В состав представительной корейской делегации помимо спикера вошли 6 депутатов, членов комитетов парламента по приоритетным направлениям. Это государственное управление, финансовая политика, промышленность, торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, экология, здравоохранение, трудовые отношения, культура, спорт и туризм. В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы двухсторонней и региональной повестки. Подчеркнута важная роль парламентов в укреплении отношений дружбы и особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея. Глава нашего государства с глубоким удовлетворением отметил продолжающиеся активные обмены и динамичное развитие узбекско-корейского полномасштабного взаимодействия. В начале этого года успешно проведен онлайн-саммит лидеров двух стран. Пак Бён Сок, выразив глубокую благодарность за теплый прием, передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Республики Корея Мун Джей Ина. На встрече отмечалось, что в условиях непростой глобальной экономической ситуации обеспечивается сохранение объемов взаимной торговли. С участием ведущих корейских компаний и банков подготовлен портфель новых инвестиционных проектов на сумму более трех миллиардов долларов. В целом объем инвестиций из Республики Корея превысил 7 миллиардов долларов. Была также выражена признательность за большое практическое содействие корейских партнеров в борьбе с пандемией коронавируса в Узбекистане. Спикер и депутаты Национальной Ассамблеи искренне поблагодарили президента Узбекистана за активные усилия по расширению многопланного сотрудничества между двумя странами, а также твердую поддержку усилий Сеула по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, региональных инициатив в рамках реализации новой северной политики. Подтверждена важность продолжения тесного диалога в рамках форума сотрудничества Республика Корея Центральная Азия. Были также рассмотрены вопросы осуществления совместных программ в области здравоохранения, образования, науки и культуры, гуманитарных обменов. На встрече с господином президентом Шавкатом Мерзиёевым мы обсудили широкий спектр сотрудничества между нашими странами. В частности, остановились на дальнейшем развитии взаимоотношений в сфере здравоохранения, просвещения, дошкольного образования, инновационного развития, цифровизации, а также диверсификации отрасли промышленности. Между президентами наших стран Шавкатом Мерзиёевым и Мунджаином складываются очень теплые личные взаимоотношения. Мы считаем, что такой диалог заложил основу для выведения двустороннего сотрудничества на уровень особого стратегического партнерства. Сегодня в ходе беседы господин президент был очень искренен, откровенен. Она проходила в теплой, дружественной, открытой атмосфере. Также мы обсудили укрепление полномочий и роли парламента в Узбекистане, узнали, как осуществляется тесный диалог с народом и политика во имя интересов народа. На сегодняшний день эти вопросы вызывают большой интерес у политических кругов бизнеса нашей страны. Я встречался со многими руководителями стран, но хотел бы отметить, что господин президент очень хороший собеседник. Он открыт. Мы и прониклись к нему всей душой. Мы будем с нетерпением ждать визита господина президента Шавката Мерзиёева в Республику Корея.